В третью субботу красноярцы собираются на театральной площади и все эти три субботы наш ютуб канал здесь на месте. Мы освещаем этот протест, это кормление голубей и каждый раз появляется что-то новое. Первый раз собрались около 50 человек, поскандировали свободу фургалу. Во вторую субботу люди поскандировали, собрались и отправились в шествие до площади революции. Сегодня кормление голубей переросло в концерт и теперь здесь поют протестные песни. ПЕСНЯ 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 Еще раз. Акция не согласована. Спасибо. Мы же народом избирались. Рассыпайтесь, города! С нашей Родиной беда! Рассыпайтесь, города! С нашей Родиной беда! Как не нормально бездверно взирать, как человек усох одинокрый, как сделала духи опомна дитя, как заработал сатраф на вороте, и так убивая в окон у себя, за битва попытки души пробудиться. А если нацепить сильно тебя, в дешевом вине пойти утопиться, души тоже изменялся, вядуть до себя, в зеркало мира себя от себя. С тем, кто меня встал и всегда, так же блестливые ядра роняя. Страшный будет вот так посмотреть, с глазу на глаз тебя поздавая, вот так все поняв оценивы сравнив, что ты себя за косвость решаешь. Сколько же можно, а мы не нужно, и все, что возможно, все ненарочно. Что вы думаете о политической ситуации в стране? С учетом того, что стали собираться люди для кормления голубей, как будто бы появился небольшой свет в МСГР. Хотя, конечно, наверное, работы еще очень много, и что будет неизвестно. Свободу Быкову! Свободу Быкову! Свободу Быкову! Проблема Хабаровская, но очень схожа с проблематикой города Красноярск, что нашего народного губернатора Быкова также превратили в политзаключенного, так же, как и Фургала. Свободу Фургалу, свободу Быкову. Политическая ситуация в стране, она полная жопа. Свободу Быкову! Нас будет больше! Здравствуйте! А вы зачем за этими людьми следите? В смысле, какая... Девушки, вот эти люди за вами следят. Скажите, я сейчас полицию вызову. Я вызову полицию. Они за нами, что ли? Они за нами. Да, и вот этот. Уже идут в ушки. Вот этот вот человек тоже. Зачем следить? Мы сейчас вас будем снимать и будем вызывать полицию. Зачем следить? Мы будем вызывать. Секундочку, секундочку. Что? Не-не-не, вы представляете? Я не вам представляю. Покажите, что ли? Не-не-не. Не увидели, не спили. Нет, не увидели. Представьтесь. Я покажу. Вы скажите, пожалуйста, еще. Нет, сейчас проверите. В отдел полиции номер один. Подождите. Почему? Нет, нет. В соответствии с нарушением законодательства. Какого? Саша, нестратива не нарушила. Какого? Что я нарушила? Ну, представьтесь, я еще раз, пожалуйста, кто он. Сотрудник уголовного розыска. Да? Моя фамилия. Он преступление какое-то совершил? Что я совершила? Будем разбираться. В смысле разбираться? Вы не дадите? Нет, нет. В смысле законодательства, кодексы об административных правонарушениях. Смотрите. Я уже объяснила. Вы протокол составляете прямо сейчас, здесь. А она никуда не поедет. Сейчас составит. Ну, подъедут сотрудники ППС, которые в этом... Пуская, подъедут. А вы представьте все удостоверение, еще раз покажите. Я вам удостоверение на камеру показывать не буду. Так, а вы, может быть, не полицейские. Ну, я покажу, покажу. Только телефон убираете, смотрим. В смысле? Нам запрещено, что ли? Снимать, снимать. Снимать, снимать. Кем запрещено, чем, какой статьей? Ну, если вам так интересно, вы почитайте. Подождите. В смысле? Я вам сказал, что запрещено. Да не хватайте меня. Вы не хватайте ее. Сейчас. Полиция. 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 Так, стоп. Успокой. Не хватайте меня. Не надо кричать. Не хватайте. Куда я не кричу? Тут какие-то... Здравствуйте. Тут какие-то два человека. Они вот представляются. Полиция. Удостоверение не хотят показывать. Задерживают. Да. Показали, показали, что... Уху. Задерживают. Здравствуйте. Вот эти двое мужчинь за нами следят. Что значит можно? Не-не-не-не-не-не. Подождите. Они за нами следят. Почему? Конкретно. Это сотрудники полиции. Подождите. Это сотрудники полиции. Вы поприсуствуете. А вдруг они все равно... Они протокол не хотят, ну, писать, составлять. Что поможет? Вы нам должны спрашивать помочь. Вы, люди, политики правильных действий никаких не делают. Как не делают? Они задерживают нас. Задерживают нас. Отчего? Ну. А они пускай предъявят протокол о задержании. Задерживают эту девушку. Он будет составлять. Не-не-не. Он сразу составляется на месте. На месте. Вы же полицейский. Я женщина. Я прошу помочь. Подождите. Какие вопросы? Какие вопросы? С этой девушкой сейчас будем разбираться. А с вами нет. Подождите секунду. У нас сейчас нет таких вопросов. Можно ли? Не задавайте меня. Я юридически неграмотная. Подождите. Смотрите. Я вам ситуацию хотите... Если у него есть на то полномочия, пусть представляет. Я говорю... Нет. Это была слежка конкретная. Я буду подтверждать. Вы следили за ними? Зачем? Я не следили, что вы шли сюда. А почему вы к ним там не подошли? Около километра, наверное, шли. Вы знаете то, что слежка это 149-я статья Уголовного кодекса? Почему вы следили за нами? Почему вы следили? Кто вам дал? Вы же не следили. Почему вы не подошли там на площади? Площадью. Вы люди, да. Я вам обязан разъяснять это. И вам я тоже не буду разъяснять. Почему вы не подошли?